Так, молимся! Господи, благослови эти занятия! Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов Твоих. Пребудь с нами и все, и вечер благодарен. Волать и бить честь, и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 15 по 16 стихи. Волать и бить. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Толкование. После сего и возвращается к упомянутой речи и говорит. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том Бог пребывает. Потому что, как выше сказано, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Этими словами апостол выражает и другую истину. Что те, которые так исповедуют и имеют в себе пребывающего Духа, с большой буквы, то есть Бога, и сами пребывают в Боге. Каким образом? Через любовь друг к другу. А вспомнив о любви, он повторяет все высказанное им о любви, для того, чтобы более утвердить учение о любви. Толкование закончено. На что здесь я, когда готовился, обратил внимание? Написано сущее. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Уверовали в любовь. Обычно нет у нас, спрашивают, веришь ли ты в Бога? А вот веришь ли ты в любовь? Нет. А здесь нам ее, Иоанн пишет, уверовали в нее, уверовали в любовь. Давно в детстве, там, есть такой вопрос, верите ли вы в любовь с первого взгляда. Вот, что. А вот здесь вот уверовали в любовь, меня это прям так сильно, надо сказать, удивило. Вот, и вот дальше мы сейчас будем о страхе, о любви рассуждать. Вот, по этому отрывку есть вопросы или комментарии, либо сразу дальше пойдем с толкованием. Там дальше, я думаю, надо прочитать с толкованием, а потом уже рассуждать. Не против? Сергей, будьте добры, еще раз повторите, какое место Писания изучаем? Чуть-чуть запутался. Первое послание Иоанна. Первое послание. А, первое послание, а то я думал, это Евангелие. Нет. Первое послание Иоанна, 4 глава, 15-16. Все, понял. Так, идем дальше. Поехали. Или Михаил что-то хочет? Я просто сказал, пошли дальше. Но, вот тебе, как ты ведешь в рог, надо бы вот такое вообще не сделать, потому что вот мы все время толкнемся вот на прошлом занятии, и сейчас, и я думаю, прийти будет. Вот все о любви Христовой, о том, о другом, от любишь или не любишь брата своего, или как любовь, или кого любить, как или прочее, все. Ну, вот здесь, по-моему, вот самые начальные стихи ты прочитал. Ясно, критерий один, самый главный. Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом, пришедшим во плоти, в том он пребывает. Вот, по-моему, самый главный критерий-то. Вот любит он или не любит, да я куда знаю, я сомневаюсь, любит ли он или не любит. Вот я бы сказал, не непременно пребывает, а в том может пребывать. Может, ну, может. Потому что Дух Святой, он может быть в полноте, а может быть не в полноте. И еретики очень много как раз говорят о любви. Понимаешь? И вот с этим нужно конкретно разбираться. Вот, поэтому надо именно толочься на одном месте, чтобы у нас это прочно засело. Понимаешь? Хорошо. Вот. Ничего здесь такого нет. Есть песня о любви не говори, о ней все сказано. Сердцем полной любви. Молчать обязан. Ну, нет. Это вот тема обширная очень, поэтому будем разбираться. Дальше вот и любовь, и страх. Любовь изгоняет страх. Води, попробуй. Сейчас, поразберись. Да, в другом месте написано. Страхи и трепети совершайте свое спасение. Ну, тут будем сейчас говорить, обсуждать и разбираться. 17-18 стихи. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. Как он с большой буквы. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Толкование. Так, сейчас секундочку. Бог есть свет, и святые его по изречению Евангелия, читаем у Матфея в 5 главе 14 стихе, суть свет мира и чуждый страх о мучении, потому что исполнены любовью к Богу. Хочу, говорит апостол, чтобы вы усовершились в любви так, чтобы в день суда нам иметь дерзновение пред Богом, потому что и он есть судья, по собственному его изречению. Двоеточие. Отец не судит никого, но месяц суд отдал сыну. Об этом мы читаем в Евангелии Акаана, в 5 главе 22 стихе. «И что наше дерзновение будет пред Богом в очеловечившем тя». Апостол выразил в следующих словах. «Поступаем в мире всем, как Он». То есть, когда уже доказали, что Бог в нас, и мы в Нем, то мы сами себе свидетели о совершенстве любви. Как Он в мире был непорочен и чист, почему и говорил. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Об этом читаем также в Евангелии Акаана, в 14 главе, в 20 стихе. «Так и мы будем в Боге, и Бог в нас. Если Он, есть учитель с большой буквы, и податель с большой буквы нашей чистоты, то мы должны носить Его в мире чисто и непорочно. Далее, сущее. «Всегда нося в теле своем мертвость Его». Об этом во 2-м коринфянам, в 4 главе, в 10 стихе читаем. «Если будем так жить, то будем иметь дерзновение пред Ним, и будем свободны от всякого страха. Ибо достигшие добрыми делами совершенства в любви, будем далеки от страха. Подтверждение сего и прибавляет. Совершенная любовь изгоняет страх». Какой же страх? Вопрос. «Сам Он говорит, что страх мучения. Ибо можно иного любить и по страху наказания. Но такой страх не есть совершенный, то есть не свойственен совершенной любви. Сказав это о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас, и как Он прежде сотворил нам благо, то мы, тем усерднее, должны принуждать себя к воздаянию закона». «Основываясь на словах Давида, бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его». Читаем об этом в Псалме 33-м, 10-м стихе. «И иные спросят, как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх?» «Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуются бояться?» Отвечаем. «Страх двоякого рода. Один предначинательный, которому примешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Этот страх предначинательный. Другой страх совершенный. Этот страх свободен от такой боязни. Почему и называется чистым и пребывающим вовек. Читаем в Псалме 18-м, 10-м стихе. «Что же это за страх и почему он совершенный?» «Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не доставало такого, что сильно любит». «Не слышать». «Не слышать». «Потому что вы Panda» «Сергей!» Сергей, тебя не слышно. Василий, я слышу. Василий, я слышу. Василий, я слышу. Слава Богу, наладил, расстрел. Хорошо, слава Богу, наладилось. Фотографирует до нас. Савченко поздно позвонил и женёй вырубил себя. Мир, дом и зима. Мир, дом и зима. Речь идёт о страхе и о любви. Основываясь на словах Давида, бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Читаем, 33, 10. Иные спросят. Так, надо сказать, что толкование продолжаем на первое послание Иоанна, 4 глава, 17-18 стихи. Вот, связь прервалась у нас, сейчас продолжаем. Итак, основываясь вот на этих словах Давида, бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Но иные спросят, как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх? Неужели святые Божьи так несовершенны в любви, что им заповедуется бояться? Отвечаем. Страх двоякого рода. Один, предначинательный, которому примешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Этот страх предначинательный. Другой страх, совершенный, этот страх, свободен от такой боязни, почему и называется чистым и пребывающим вовек. Читаем в Псалме, 18, 10 стихе. Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не доставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого. Под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. То есть выше. Кто искренне любит Бога, тот творит угодно ему, не по страху наказания, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. И тот страх, который делает что-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, тождествен с первым. Посему и прибавлено. В страхе есть мучение. Вот такое толкование. Можно задавать вопросы. Кто еще не до конца разобрался. Вот хотел спросить, можно, да? Да, конечно. Вот смотрите, вот страх, у меня как раз тема такая, да, у меня близкая немножко. Страх вот предначинательный и совершенный. Понятно, как бы, определение этих страхов. Вопрос. Как от страха предначинательного, который с мучением, перейти к страху совершенному, который в любви, по любви? Я вот что-то не до конца понял. Вот как именно вот этот переход из предначинательного совершенному совершенному в человеку? Вот на практике вот. Ну, на практике понятно. То есть, если не было предначинательного страха, то святые отцы говорят, начни с него сначала. Правильно. Если начинать с ним, страх это страх наказания. Вот часто разговариваешь с сектантами. Мы дети Божьи, мы спасем, и страха никого нет. Вот так вот начинаешь с ними разговаривать. А предначинательного страха у них и не было в опции. То есть, было, может быть, покаяние, они оставили злые дела. Просили какие-то смертные грехи, может быть. Вот. Как перейти на практике? Ну, у каждого, как бы, практика-то своя, и для каждого человека она индивидуальна. Практика такого однозначного ответа на этот вопрос, я думаю, нет. Но, как мне кажется, что речь идет о делах. То есть, не просто говорить, я люблю Бога, я люблю ближнего, а делами, когда начинаешь подтверждать, у тебя тогда начинает появляться дерзновение к Богу. Ты же его заповеди соблюдаешь, ты же любишь братьев, любишь, ну, ты сам себе чувствуешь, любишь ты или не любишь. По просьбе братьев, ты как, закрываешься, либо сам, как бы, сердце свое, кому помочь, там. То есть, сам человек начинает, ну, я вот, когда, на своем примере сказать, я когда обратился, принял крещение, у меня сразу, как бы, фраза Лука 3.7. То есть, вера без дел мертва написана, это я знал. И когда народ пришел креститься, и я тоже крестился, я вот читаю Лука 3.7. И Иоанн Креститель говорит, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, от наказания, сотворите достойные плоды покаяния. Я себе сразу раз, тут надо же что-то творить, достойное покаяние, то есть, делать дела конкретно. Если я, допустим, пил, то теперь я и в воде себе должен отказываться. Знаешь, если я воровал, теперь я должен на трех работах трудиться, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Знаешь, то есть, дела обратные к тиху. То есть, и тогда у меня дерзновение к Богу есть, Господи, ну я же делал все, что Ты заповедовал. Я благовествовал, я там благодать помогал. И я молюсь, как бы, у меня вот такая совершенная любовь, что у меня вот теперь, я теперь не боюсь, что Он меня накажет. Хотя, когда... Уже как к Отцу обращаешься, да, к Богу? Да, то есть, уже как бы, не как вот какому-то вот, что Он меня накажет. У меня теперь есть вера и надежда, что Он меня не накажет. Потому что я по любви начал Ему это делать, а не из-за страха наказания. И я понял, что Он-то меня простил, и я Ему тем же и плачу. То есть, я плачу Ему тем, что, исполняя Его заповеди, заповеди любви, они не тяжкие, дальше будем читать, на самом деле. Можно? Понятно. Понял. Пожалуйста. Можно, Сергей? Можно, можно, да. Вот это мы все прочитали, и без практической переживания этих моментов веры, это все пустые слова. То есть, здесь вот этот вот переход, ну как пустые слова, то есть, они интересные, они правильные, да, то есть, они важны. Но вот именно очень важен переход, вот именно от страха наказания до страха другого рода, который совершенен. Это очень важный, кстати, очень важный момент. И здесь нужно просто говорить, кто как именно, вот, ну, свою практику, свой опыт, вот это вот. Может, там кто-то другой может что-то сказать. Но я знаю, что я не знал, я знал, что, я не знал понятия, не имел где-то до года назад, что, что я, кто я, там, спасен, не спасен, люди там спрашивают. Но, ну, как бы, я, ну, у меня был такой вот, как бы, опыт личный, что, в общем-то, то есть, мне сказано, что все, что было прощено, то есть, то есть, это большой груз падает, и теперь страх другого рода. То есть, то есть, нету страха того, что у тебя над тобой домоклый меч, а есть страх от того, чтобы не упустить эту благодать. И мне было сказано, что делать, в общем-то, это благовествовать. Сергей. Покаяние. Покаяние. Переломный момент у меня был покаяние. Сергей, можно добавить немножко тоже? Можно. Когда мы были в миру, то есть, человек, не знающий, не слышавший, не услышавший слова Отца Небесного, не услышавший истину, что у него никакого страха нет. Он просто живет, как живет, по плоти. Как я жил до сорока, до тридцати девяти лет, совершенно, как хотел, так и жил. Никакого у меня страха абсолютно не было. Не было. До того момента, когда я услышал Святое Писание, услышал правоедника, который хоропил. Леня, я не говорю, микрофон отключи. А? Леня, я не говорю, микрофон отключи, шум от тебя идет. Продолжаем все. Вот. И тогда только у меня страх появился. Так оказывается, Господь-то вот что говорит. Вот это нужно делать, вот это нужно делать. А кто не знает его, внуки вечные пойдет. Неверующий человек, страшно не исполнять волю Отца Небесного. То есть я не знал о ней вообще ничего. Просто знал, что мать верующая, ну верующая, да и верующая, ну померла, да похоронил. Вот отец раньше помер, потому что тяжелый, пыльной был после войны. Вот и все. И я вот этого первого страха такого не имел. Вот когда услышал Слово Божье, когда услышал, когда начал вникать, тогда у меня страх появился. Думаю, так а что же я тогда живу-то зачем? Мне надо вот это быть верующим человеком. И я начал ходить в эту общину, где читается Библия. И не важно там, где и куда ходил, но я слушал Библию. И очень много начал понимать. И потом добивался понимать еще больше. Вот это, наверное, первый страх, который вот этот. А уже страх тот, который, любовь, которая пришла потом к Богу, как зная, как Отец Небесный, заботится обо мне. О каждом человеке хочет, чтобы каждый не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришел в этот мир, пострадал. Вот образ принял человека. Сам Бог по пути человек, но сам Бог. И вот это вот претерпел страдания для того, чтобы нас искупить Отцу Небесного. Давай, Ветер. Вот это я тогда понял. Вот эта любовь у меня появилась ко Христу. Что Он вот ради Него, мы все исцелились. Ради Его страданий. Вот эта любовь появилась. Ну, пока я больше ничего не могу показать. Больше не буду пытаться что-то. А вот можно еще вопрос один? Да, можно. Смотрите, я вот... Ну, у меня так случилось из-за болезни. Вот этот вот страх. Ну, я, понятно, там и к врачам обратился. Ну, как и Библия говорит, иногда обращайтесь к врачам там. Ну, все равно у меня именно случился... Я так сам уже понял, что, да, такой вот именно страх пришел, вот Божий, вот этот первый. Ну, я начал молиться, там, со слезами, раскаиваться в своих грехах. Все. И у меня вот почувствовал вот буквально там, что спустя какое-то время после, ну, там вот когда заболел, появилось вот это вот второй, как бы, ну, страх или чувство, ну, спокойствие такое, что, да, я вот с Богом и все-все. А потом опять страх. И вот я вот думаю, вот, может быть, еще бывает какой-то другой страх, третий, как бы от дьявола, что он начинает смущать, что, а, ты, типа, все равно не спасешься, вот такие мысли. Погибнешь, вот такое вот приходит. Подскажите, братья, что вот, почему такие мысли? Если я вот, ну, молюсь уже, не нарушаю все, а вот такая мысль, раз, опять, ну, там, я думаю, не отнукавывали, такая мысль приходит, чтобы человек отчаялся в спасении своем. Спасибо за внимание. Я думаю, ты правильно думаешь. Именно, да, страх, что ты не спасешься, вернее, тогда это уже не страх, а отсутствие страха, наводит лукавый. То есть человек, когда боится, что он может оказаться в аду, не спащенном, он тогда начинает каяться в злых делах, начинает творить добрые дела, чтобы угодить Богу. А дьяволу-то что нужно? Он говорит, ну, ты вот покаялся, делаешь добрые дела, а все равно же ты вот идешь опять на исповедь, опять творишь эти дела. Да все это ты не спасешься. Ты грешный, многогрешный, супергрешный, и все. И такие мысли начинают в голову приходить, и человек просто опускает руки, и говорит, мне не спастись, Бог меня не прости. Вот такие мысли, наверное, именно лукавые. Эти мысли нужно гнать, молитву и посту, добрыми делами, опять вымаливать, у тебя будет ощущение, если пал, вставай, тысячу раз пал, тысячу раз вставай. Вот. А если ты говоришь, что ты живешь свято, и не согрешаешь, как бы, тогда у тебя дерзновение к Богу, то есть ты... Угодник Божий. Откуда страх? А вот когда ты, допустим, споткнулся, упал, опять борешься, борешься, опять спотыкаешься, вот тут дьявол начинает очаяние. Тебе не избавиться от этого греха. Нет, вот именно не спотыкаешься, слава Богу, пока Господь, ну, хранит, все, иду правильным путем, но потом раз, вот приступ опять страха, да вот ты умрешь. Дело в том, что, ну, допустим, согласно, как вот я жил в прошлой жизнью, ну, я ее называю, да, ее той жизнью, прошлой, я не могу сказать там, что у меня рождение, слушай, я не могу понять, было оно у меня, нет, но страх вот этот, пришел в один момент, он просто в один момент пришел, я начал молиться, начал все это. Ну, согласно моей прошлой жизни, я там сейчас разбираю, ну, там, мне надо, как бы, там, эпитемию пособлюдать, потому что наш священник говорит, иди, причащайся, я не стал, чтобы недостойно, ну, с Игнатий Тихоновичем переговорил, он говорит, бери правила тогда, ну, если священник не хочет, там, ну, вот эти правила изучай, там, ну, и согласно своих, там, ну, скажем, грехов, там, то тогда вот это, ну, самоотлучение, что это называют. Да, самоотлучение, ну, я как бы, ну, согласно, допустим, считаю, ну, например, от момента, когда вот я последний раз грешил, как бы, я думаю, наверное, от этого момента, или когда вот я там, ну, раскаялся, ну, оно приблизительно недалеко друг от друга, ну, и там, допустим, ну, понимаешь, что, ну, как минимум, там, год там, или, может, больше, я этим не буду пока что причащаться. И вот на этой почве именно страх такой, знаете, как бы, что вот ты непричащенный, а вдруг ты умрешь, ну, у меня, как бы, бывает такое, что и сердце болит, там, ну, ну, как бы, из-за болезни. Понятно, понятно. Ты когда-нибудь вообще в жизни причащался хоть один раз? Ну, да, я причащался, и после этого падал опять в грехи, было такое, да. Ну, вот, то есть то, что ты уже непричащенный на суде Божьем, тебе это не уменится. То есть ты уже причащался тело и крови крестового. Понимаешь? А то бишь это... О количестве раз причащения, как бы, ну, не сказано в Евангелии, там, например, кто не будет причащаться, то есть будет говорить, что я верующий, там, допустим. А то бишь я не могу себя считать, а вот видите, меня получается дьявол, прости, Сергей, что перебил, просто мысли сумбурные сейчас. Получается, меня дьявол именно на этом и ловил, вот на этой точке, что вот ты непричащенный и все. Тут еще друзья, там, все проставные советуют, ты обязательно должен причаститься, как так, ну, там, Бог нас любит, а я боюсь не достойно. Как? А ты хочешь достойно, правильно. Скажи, у меня пятенья. Я тоже прошел через это, я три года был в отлучении и очень мне это помогло. Потому что держись, не слушай никого. Есть канон... Это уловка, да, получается, дьявола. Ну, или как-то... Друзья, зачем тебе причащаться, если ты смертные грехи творил? Ты выдержишь эту эпитемию, сам ты на нее наложил, Богу обет дал, и все. когда время это пройдет, лучше, конечно, чтобы ты у батюшки выпросил эту эпитемию. Нет, я как бы, я так и хочу сделать. Ну, я знаю, что батюшка в любом случае, ну, если он знает законы, он меньше года, допустим, не назначит, или там, двух лет. Ну, просто, допустим, я думаю, что... это не бойся в этом времени, чем дольше, тем лучше, положено забор. Ну, а вот просто, как бы, теоретически, ну, вот завтра я умер, вот завтра, ну, к примеру, ну, я раскаялся, я на исповеди был, все, ну, не принял причащения. Что это для меня? Что люди с причастием идут к вас, понимаешь? С причастием... А, с причастием идут к вас. Ну, потому что нет покаяния, понимаешь? Спаси Христос Сергеевич. Я решил для меня, мне теперь понятно, то я в том разговоре с Игнатием Тихоновичем не до конца раскрыл этот вопрос и мучился, меня этот вопрос сильно мучил. Я сейчас получил... Ты себе возьми местописание. Многие больные немало умирают, кто недостойно причащается. Многие больные немало умирают. Ты болел мало, что ли? Хочешь умереть, ну, все, выдержишь. Хочешь достойно причаститься, держись, не слушай никого. Держись, пройдет время, причастишься, не умрешь, Бог тебя не убьет. Зачем тебе убивать? Это лукавому нужно твоей души, чтобы ты недостойно причастился, заболел, отчаялся и умер. Вот что нужно лукавому. Спаси Христос, братья, разъяснили, понятно. Сергей, можно я по этому поводу скажу еще? Вот, брат Василий, это страх у тебя, вот этот, он, так бы сказать, ты его никак не переборешь. этот дьявол, допустим, смущает тебя, да вот ты же, вот там еще жизнь, вот я не совсем, ты вот еще нарушаешь, но ты же не готов причастаться-то идти. Вот что делать. Я спущаюсь, влачаю, с никого, Михаилом. Этого не нужно бояться, ты готов, никогда не будешь. Готов это тогда, когда вроде греха за тобой нету, ты вот начал вот так честно исполнять все, что требует Господь от тебя, все заповеди, вот это все. И если ты думаешь, что вот это начну все исполнять, все хорошо, я приготовлюсь, и тогда пойду к батюшке исповедоваться и причащусь. Такого не будет. Не будет такого. Нужно ждать. Вот желание у тебя есть, созрело желание войти, причаститься, исповедоваться. Вот это самый первый такой вот позит, на который нужно внимание обратить. Желание появилось, значит, ты чувствуешь, что ты без этого не можешь, слабо себя чувствуешь. Михаил, подожди, ты сейчас отвечаешь Василию или... Остановись, смотришь меня. Михаил, что требуется. Я не могу у него понять, кому он отвечает, сейчас Василию или Нику. Два вопроса было относительно причастия. Не, он, я так понял, он мне отвечает. Да, походу, он отвечает, что Нику. Вроде и тебе. У меня вопросов нет. У тебя нет, я тебе и ответил. А он вроде как говорит, что тебе отвечает, а Василию, а сам походу, что он Нику отвечает. Кому отвечает? Я не отвечал, Василию. Василию? Ну, что? А мне показалось, что ты Нику отвечал. Нет, Василию. Теперь еще, конечно, последнее слово скажу и все. Вот, о рождении свыше Василий тоже говорит, понимая, да вот, я не знаю. Нужно по этому вопросу раз и навсегда сказать, что у каждого человека обращение бывает личное, временное. У апостола Павла, когда он шел, до вас там, прочее, все, значит, вот, вот, Господь сам остановил и призвал. Это хорошо. Игнатий рассказывает о своем обращении в Венске все. Хорошо. Отлично. Я о своем обращении могу сказать, что я в бактическую общину ходил, слушал Библию, слушал проповеди. Месяц или два, наверное, я слушал, ходил. И только потом я обратился, что я верую в Иисуса Христа, Господа и Спасителя, и хочу служить Ему. Два-три месяца я все это ходил, слушал проповеди, и потом обратился к рождению свыше. Это тогда, когда мы обращаемся, независимо от кто как. я лично так думаю. А кто думает по-другому, пусть думает по-другому. Человек исповедал Иисуса Христа Господа и принял крещение, вот он получил рождение свыше. Все. И нечего больше думать. Все. Аминь. факт. Многие крещеные не рожденные свыше людей. Таких большинство. Здесь я с тобой не согласен. Ну, кто не крещеный, а крещеный? Крещеный это не значит, что рожденные свыше. Ну, хорошо. Я согласен. Аминь. 1 Иоанна, 4 глава с 19 по 21 стихи. Будем любить Его, Его с большой буквы, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Пакование. Выше апостол с настойчивостью доказал, что звук пропал. Сергей, не слышно опять? это у него врубается аппаратура Васильевича, ультрафон в колбасе. Василь, ты слышишь? Да, слышу я. Ну вот, мы себя друг друга слышим, а он... Наверное, и другие ребята тоже выпали, или слышат? Да все слышат, кроме как это Сергей отключился, видишь, у него... и другие люди и 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 Продолжение следует... 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 И, собственно говоря, для чего нам любить брата-то? А для того, чтобы мы смогли вот здесь, в этой земной жизни, общаясь с своими братьями и познавая их, и проявляя к ним любовь, понятие, сострадание, всё, что функцию любви. И таким образом через этого ближнего брата своего мы можем научиться любить Отца нашего Небесного Бога. Только лишь для этого, чтобы научиться любить Отца Небесного и Бога и говорить, да я люблю тебя, Господи. А критерий этому, а как ты к брату относишься? Если к брату я отношусь хорошо, и я учусь на Нём, вот в чем дело, и Он на мне, и общая любовь у нас. И когда мы вообще не имеем любовь, тогда и Господь, пребывающий с нами в любви нашей, и возгревает любви. Это Вам даёт, наверное, больше. Так, примерно так. Я понимаю, как-то так. Правильно ты понимаешь, Владимир. Ну, я вот не могу припомнить, чтобы встречались такие люди, которые бы говорили, я Бога люблю, а братцев ненавидели. Как-то вот я не могу. Может быть, у кого-то у Вас такие вот будут случаи в жизни. Может быть такое, когда, это вот бывает сиюминутно такое, да вот он мне, он мне, он этот брат мне, да он такое сказал, да он такое сделал, да я его просто вообще вот, ну вот, готов прямо вот это всё. Ненавижу, да? Да. Это вот с исполу, потому что вот такой у нас, ну, взрыв такой эмоциональный. И Сатана участвует в этом. Он всегда, он всегда, где любовь, тут он тоже примыкает и хочет показать, извратить, обмануть и прочее всё. И сделать разлад. Вот в этом. Но когда я, значит, вот это вот так, ой, да, ну, это же вот как святые, вот я, да, фронштадтские, он говорит, опять эта самая стрибуха, она тут мне приготовила не так, да я вот это, возмутился на неё, это вот, ну, просто, да ты чё, горячее, да принесла, я ж не ем тут горячее. Вот и всё. А потом успокоился, и к Богу сразу обратился и пришла вообще на сердце. Всё, значит, ну, понятно, что, ну, что обращаться, на неё-то так, она же ведь простая, ну, душа-то у неё, она старалась, но не смогла. И всё отлегло, говорит, у меня, вот так вот к Богу сразу обращаться нужно. Если что-то тебе показалось, что брат не так, да ты не уверяешься в этом, что он не так, он действительно сделал, а ты сразу, да не может быть, что-то такого брат сделал, да, конечно, Господи, ну, вот всё, проси у него, Господь, он покажет. Вот и всё, наверное, так, а тут любовь-то. Ну, она должна любовь быть, иначе без любви ничего не будет. И, значит, мы тогда, если не любим брата своего, охладеем, будем говорить, что мы Господа Бога любим, но ты наш Спаситель, мы, я его люблю, а брата ненавижу выходит, тогда нет любви. В общем, вот в чем дело. Надо стараться быть со всеми. Очень трудно, очень трудно. Ну, так, и идём, что-то. Учиться надо. Первое послание Иоанна, пятая глава, первой-второй стихи. Всякие верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рождён, и всякие, любящие родившего, любят и рождённого от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Толкование. И это говорится в подтверждение вышесказанного. Если мы от Учителя, с большой буквы, получили заповедь любить друг друга, то без сомнения, если веруем, что Учитель наш Иисус есть Христос, а Христос, Он в том смысле, что есть Бог и вместе человек, мы должны соблюдать заповеди Его как Учителя и как Бога. Первое же, что Он есть Бог, мы получаем имя детей Его, как и в Евангелии сказано, «Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1,12. То есть, которые уверовали в Него, те и стали детьми Его. Если же мы родились от Него, то без сомнения должны и оказывать должное родителю, то есть любить родившего. Если же все мы, уверовавшие, родились от Него, мы должны любить друг друга и как братья, и как рожденные от Него. в подтверждение сего апостолы говорит, Алексей, у вас микрофончик. А вот это двигается, оно просто шумит. Алексей, он как ты что-то микрофон, отключи его. В подтверждение сего апостолы говорит, что любящий родившего любит и рожденного от Него. Потом опять говорит, что любовь к братьям или чадам Божьим доказывает любовь к родившему. Выше он говорил, что любящий Бога любит и брата своего, а теперь говорит, что любящий детей Божьих любит Бога и любовь к брату поставляет доказательством любви к Богу. Вот так вот все переплетено. Ну, люби Бога и вторая заповедь подобна, и люби ближнего своего, как самого себя. Ну, вот здесь на что бы мне хотелось обратить внимание, что мы любим детей Божьих, апостол пишет. Но надо не забывать, что есть дети Божьи, а есть дети дьявола. И Христос прямо так и говорил, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего дьявола. Вот здесь о любви к детям дьявола нет и речи. То есть, Бог есть любовь, нужно всех любить, солнце встает и над праведными, и неправедными. Да, любить в том плане, что он может покаяться и стать христианином. В этом смысле этого сегодняшнего сына дьявола нужно любить. Но его грех, написано, любящие Бога, ненавидьте зло. То есть, нужно ненавидеть то, чем он занимается. грех сам вот именно ненавидеть. Вот. А его любить. Любить, как потенциального покающегося грешника. А который вот в грехах, он сын дьявола, доколе ты будешь совращать детей божьих, да еще, которые еретики совращают, уводят из церкви. Как их любить? И с ними нужно работать, с ними нужно воевать. Мы на земле церковь воистующая, наша брань не против плоти и против не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. И этих духов нужно уметь разделять. Дух от Бога или Дух от дьявола. Лукавый человек, лжец, если он лжец, его нужно остановить и облегчить во лже обязательно. Если устыдиться, приобрел ты брата своего. Если продолжает упорствовать в своей ереси, ну, еретика после первого и второго вразумления отращайся. И если называет себя братом, а остается блудником, с таким даже и не есть вместе, какой любви говорится, не о какой, не есть вместе. Но, может быть, это и есть признак любви, чтобы с ним какое-то время не есть, испиделся и перекратил свой грех. В этом любовь. А со стороны скажут, его изгнали, какая же у вас любовь, выгнали из общей коридоре, он стоит теперь. А в этом-то и любовь, чтобы на время его отстранить от причастия, не грешнику сувать в рот причастие, какое он там, давай, причастие это не лекарство от греха. Нету такого в Писании, это выдумки поповские, все. Нету лекарства от греха отлучения от причастия, чтобы человек скорбел, что я теперь вне церкви из-за того, что я сделал плохой поступок, и чтобы мне вернуться в церковь, нужно в этом искренне покаяться и перестать делать этот грех. И какое-то время отстоять, поскорбеть, поплакать, время обязательно. И за каждый грех церковь придумала определенное время, чем чаще, чем тяжелее грех, тем дольше время. Убийство одно время, блуд, другое время, прелюбодеяние, третье воровство, другое время. Все, согласно преступлению есть и наказание. Наказание это отлучение от причастия. А у нас все выверт, такой человек грешит, а ему быстрее причастие. Зачем? Он недостойный, ему не надо сейчас, он не рассуждает о теле, крестовом пребывает в грехе, каяться в нем не собирается. Какое ему причастие? Ему надо плакать и молиться в коридоре стоять. Какое-то время. Чтобы был начинательный страх, все начать сначала нужно. Никакой совершенной любви тут не может быть еще и речи. очистительный в грехе. Очистительный. Так, вопросы. У нас еще 20 минут. Сергей, еще добавлю тогда. Вот смотри здесь, смотри, вот по отношению к братьям проявляет любовь и прочее все, и общение и такое прочее. А вот дети дьявола, что значит с ними? Тоже надо любить? Вот. Все беда в том, что Евангелие переведено с греческого языка. И я боюсь говорить, что это неправильно переведено, но вот это слово любовь, она в греческом понятии языке имеет разное значение. Там до 10-12. Так вот, когда братья, я правильно должен любить, и отлично все. Но если он на отлучении, значит, ну, любить, продолжать, а ненавидеть то, что он совершил, какой-то грех допустил, и на отлучении стоит, в коридоре мучается. Вот. А вот эти все мертв, мертв, дети дьявола, да, как бы они вот, ну, не познавшие Господа, это вообще все. Их любить нет. А вот здесь должно быть слово. Не делать им того, что не желаешь себе. Любви к ним никакой. А вот не делать ничего плохого, что не желаешь себе. Вот так. А любовь, любите врагов. И вот это вот очень сильно бывает, что вот это вот любите врагов. Христос говорит, и ты знаешь. А я говорю, любите врагов ваших. Так вот, то же слово опять не то. И не должно у тебя быть злости к этому врагу, который идет войной против тебя. не должно быть злости никакой. А просто взял ружье и пристрелил, чтобы он тебя не убил. Вот это я так думаю, вот личное мое мнение. Вот и все. Я зла не хочу ему. Нет, Михаил, я тебя не буду остановить, подожди. Если я его не остановлю, то ребяток убил его врага, так, то нет. Ну, что, без злобы убил, ну, как? Нельзя убивать врага. Нельзя убивать, не убей, сказано, это уже потом попы придумали, когда начали разделение врагов государства, личных врагов, врагов отечества. Нет, враг, он есть враг, его нужно любить, его нельзя убивать. Он может покаяться, он может стать христианином, он может остановиться, он же враг, он же идет тебя убивать. Ну, вот, остановить-то, кто его остановит? Взявший меч мечом погибнет. Кто его остановит? Не христианин, его другой такой же, не христианин, его остановит. Государство остановит. Государство найдется человек, Бог может остановить, сам лично ангел может остановиться. Это ясно, это ясно. А если враг на тебя идет, и Бог попустил войну, нужно понимать, понимать. Ну, ладно, это, уйдем в сторону, хорошо, давай, будем говорить о той любви. Ты опять отключился, Сережа? Вот. Василий, слышишь? Мы с тобой друг друга слышим? Ну, а Сережа отключился. Почему? У него получается. Он что-то там тоже нажимает в компьютере и отключился. С Abi – – – – – – Продолжение следует...